всем привет сегодня давайте поговорим о том как правильно подобрать маску на самом деле роликов о том как подобрать маску для дайвинга или снорклинга или для подводной охоты на самом деле в интернете очень-очень много но многие ролики грешат прям одной очень такой серьезной вещью то есть если использовать инструкцию которая дана в этих роликах в принципе вам подойдет любая маска в чем же собственно это погрешность как рассказывают вам в этих роликах как надо подобрать маску да то есть надо взять маску убрать пемешок убрать все волосы с лица приложить к лицу маску сделать небольшой вдох да и если маска у вас держится значит она вам подходит ребят если сделать небольшой вдох то вы создаете под маской разрежение которого в принципе под водой у нас быть не должно и не может естественно если вы создадите разрежение под маской у вас любая маска прилипнет к вашему лицу и вы когда попадете с этой маской воду которая прекрасно у вас держалась на суше да будете плавать сделаете хотя бы там один выдох но выдох носом под маску да разрежение пропало и все вода потекла маска не прилегает да потому что сделали разрежение обтюратор мягкий он прогнулся да так поплотнее к нашему лицу стал прилегать кстати это один из любимых трюков продавцов в магазинах для снаряжения для дайвинга заставить себе покупателя при примерке маски вдохнуть а если человек вдыхает маска прилипает ему можно продать любую маску какую тебе как продавцу захотелось бы продать то есть чем больше получишь комиссии поэтому ребят смотрите как правильно подбирать маску до пришли в магазин посмотрели маску да какая вам приглянулась взяли нам любую например такую не знаю для меня не особой разницы не имеет ну имеет но потом расскажу какие нюансы в данном случае для начала определить подходит она к нам для нет взяли маску убрали волосы приложили и просто чуть-чуть додавили на маску и надо вдыхать просто додавили маска держится с большой вероятностью что она нам подходит да вы скажете ну когда мы надавливаем мы же тоже создаем разрежение то есть объем то уменьшили часть воздуха вышла так надо тоже создаем разрежение значительно меньше чем мы просто делаем вдох когда делаешь вдох ну реально я не знаю какая вот маска да однозначно мне не подходит потому что даже прикладываю она вот боковинками мне упирается в кости черепа элементарно прикладываю нажимаем сразу отлипло прикладываю делаю вдох держится пока не сделаю выдох соответственно в этой маске плавать я конечно смогу но она будет у меня постоянно затекать так теперь немножко поговорим о том какие маски бывают да и какую выбрать и для чего на самом деле есть маски я их подразделяю как бы на три типа да маски для ныряния на задержке дыхания да это может быть фридайвинг это может быть подводная охота вот такого типа масочки видите очень компактная с маленьким под масочным пространством чтобы кстати она на мне очень плохо сидит но для чего это да то еще минимизировать обжим да то есть баротравму потому что когда мы погружаемся воздух сжимается маска будет работать как как присоска как банка да в детстве может быть кому-то ставили банки лечебные да нагрели приложили сосала часть кожи потом остался синяк вот чтобы не снять маску потом маску снимаешь когда у тебя синяка не было да то желательно чтобы там разрежения то и не было так это первый тип масок второй тип масок это маски в принципе для плавания на поверхности рассматривания рыбок вот к ним я отношу маски вот подобного типа да и так называемые панорамные маски вот видите да с дополнительным боковым остеплением чем эти маски хороши ну в принципе может быть немножко больше в них угол обзора и немножко боковым зрением что-то видно для меня для дайвинга это прям реально большое неудобство да во первых плавая вот кстати масочка да суда про фирменная недавно нашел под водой валялась видимо хозяин не понравилось так что выбросил плыву если я смотрю через переднее стекло а цвета одни через боковое стекло смотрю цвета другие солнышко бликует на мелкой воде да засветка мне очень неудобно зайчики всякие ловлю на глаза не подходит да для плавания на поверхности когда смотрю вниз никаких проблем нет вот и маски для дайвинга да маски для дайвинга в принципе желательно чем меньше подмасочное пространство тем лучше пусть будет больше угол обзора то есть чем наши глаза ближе к стеклу тем будет угол обзора выше могут быть одностекольными псевдо одностекольными спереди видите вроде бы как два стекла если внутри посмотреть стекло одно и могут быть двухстекольными кстати также не забываем смотреть какое стекло у нас используется на маске на маске должно быть обязательно обозначение имеется ввиду маска для дайвинга да то есть смотрим маска для дайвинга скула про вот здесь вот написано температ то есть закаленное стекло до маска для маска для дайвинга аквалунг техника на самом деле уже ничего не написано все стерто правильно на этой маске уже несколько тысяч погружений так маска для дайвинга ноунейм а нет есть какой-то экшен температ маска для дайвинга опять ноунейм а нет опять всего вот темп глаз подходит для дайвинга маска для фридайвинга и подводной охоты кресси сап минима две буковки т на стеклах здесь и здесь маска для снорклинга зум никаких обозначений и в принципе да по звуку скорее всего стекло но он видно что вклеена в пластиковую рамку стекло но что это за стекло какое закаленное не закаленные даст она осколки мелкие при разбивании или нет непонятно поэтому для дайвинга нет для снорклинга вполне пойдет далее желательно не обязательно но в принципе желательно из непрозрачного силикона да это именно для дайверов особенно там для подводных охотников и желательно матовый силикон во первых чтоб не бликовало и чтобы не было засветки именно засветки я имею ввиду не в кадре естественно они было лучи солнца сквозь прозрачную обтюрацию не били вам стекло и не мешали собственно работать да делать снимки там рассматривать я не знаю вот так же чем в принципе плоха обтюрация из прозрачного силикона вот можно видеть маску уже не новая и он уже немножечко пожелтел да и чем дальше будет тем больше он будет мутнеть и желтеть и как бы внешний вид маски будет портиться из цветного силикона в принципе такого не происходит цвет остается прежним и еще один нюанс задняя стрепа так для крепления маски да на самом деле если вы занимаетесь снорклингом для вас это в общем-то не принципиально также я думаю как и для фридайвинга и подводной охоты потеря маски не является большой проблемой если слетела ну там слопнула стрепа от времени потрескалась и лопнула небольшая беда всплыли взяли новую маску поменяли стрепу там не знаю и все хорошо а вот для дайверов особенно для технических дайверов которые не могут просто так взять и всплыть на поверхность без остановки потеря маски под водой является достаточно большой проблемой значит поэтому очень советую поменять оригинальную стрепу на маске вот на подобную стрепу неопреновые оголовья и капроновая стропа на липучке во-первых очень удобно быстро регулируется можно прям одеть и на голове отлететь подтянуть как надо да вот и во вторых не лопнет да то есть чтобы капроновая стропа лопнула я не знаю это должно пройти очень 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 много времени чтобы она сгнила я не знаю капрон вообще очень плохо разлагается вот и к солнцу он намного более стоек чем силиконовые стрепы масок вот в принципе наверное и все что я хотел сказать по выбору маски а как сделать так чтобы маска не потела можете посмотреть в нашем следующем ролике всем спасибо за внимание до встречи на нашем канале